В этом году исполнится 80 лет со дня освобождения нашей страны от немецко-фашистских захватчиков. Особое внимание уделено мероприятиям, посвященным подвигу белорусского народа в годы Великой Отечественной войны. В учебных учреждениях проводятся уроки памяти и патриотические акции, а школьные музеи, посвященные событиям огненных сороковых, соревнуются в праве называться лучшими. Так, в средней школе номер 35 имени Волкова ребята трудятся в музее под названием «Память хранит». Я являюсь председателем совета школьного музея «Память хранит» средней школы номер 35 имени Николая Алексеевича Волкова города Гродно, который в 2008 году принял своих первых посетителей. Особенностью его является то, что он создавался на основе воспоминаний жителей города Гродно, а также архивных документов. Это не просто информация, взятая из интернета. Это истории людей, жителей нашего города, которые были участниками и свидетелями событий 1941-1944 годов. Вперед сбора материалов для создания музея были организованы встречи с малолетними узниками, со свидетелями оккупационного режима в городе Гродно, с жителями блокадного Ленинграда. Экспозиция музея состоит из девяти разделов. Несмотря на достаточно большое их количество, можно выделить самый большой из них – Гродненское антифашистское подполье, которое действовало вперед с 1941 по 1944 год. Достаточно долгое время его история была неизвестна. Лишь в 1981 году жители города Гродно впервые узнали о его существовании, благодаря младшей дочери одного из руководителей подполья – Розеновой Зое Васильевне. Эта история долгое время была людям неизвестна. Мы сосредоточили свои усилия на данной теме. Наша цель в первую очередь – сохранить память о наших отважных земляках и передать эти воспоминания молодым людям. Это очень важно – помнить именно тех, кто погиб, защищая свое Отечество. Отдельное место в музее занимает экспозиция, посвященная трем годам немецкой оккупации в Гродно. Известно, что до войны в нашем городе проживало 60 тысяч человек, половина из них были евреями. По плану фашистов, живых для обеспечения нужд немецкой власти, должно было остаться 18 тысяч человек. Остальные должны были отправиться на принудительные работы в Германию. Евреи же подлежали полному уничтожению. Окупанты учинили кровавый террор, казни, расстрелы, изуверские пытки. И все они предписывались множеством приказов. Уже в начале июля 1941 года было расстреляно 30 представителей интеллигенции для устрашения советских граждан. 21 июля 1941 года начало строительство концентрационного лагеря в деревне Колбасино. Его территория составляла 50 гектаров. Он был обнесен колючей проволокой, а также усиленно охранялся. Только в этом лагере было замучено около 18 тысяч человек. Политика геноцида, которую проводили немцы, в основе была нацелена на евреев. Для них почти сразу же было создано два гетто. 2 октября с 12 по 18 часов все евреи были обязаны переселиться в гетто. Все ценные вещи, дорогая одежда и мебель конфисковывались. Вход и выход осуществлялся лишь по специальным пропускам. Гетто номер 1 находилось в квадрате улиц Замковая, Троицкая, Виленская, Советская. А гетто номер 2 в квадрате улиц проспект Космонавтов, Лицкая, Белуша, Антонова. На очень ограниченную территорию гетто номер 1 было согнано примерно 15 тысяч человек. А на территорию гетто номер 2 примерно 10 тысяч человек. Любая помощь евреям строго каралась. За укрывательство евреев полагался расстрел. Начальником гетто номер 1 стал Курт Визе, гетто номер 2 – Отто Стреблев. Оба любили лично расстреливать евреев. Из показаний свидетелей известно, что Визе два раза в день менял свою одежду, потому что она промокала от крови. Всего за время существования двух гетто в Гродном через них прошло около 42 тысяч евреев, из которых более 20 тысяч погибло. Так, из 30 тысяч евреев, живших в Гродно до катастрофы, выжили только около 300 человек. О своем пребывании в гетто нам рассказали их бывшие узники – Хасид Григорий Нисевич и Задман Феликс. Начиная с 1 ноября 1942 года немцы неожиданно стали вывозить узников в гетто в концентрационные лагеря, такие как Освенцим, Треблинка и другие. Гродненец Григорий Хасид выпрыгнул из вагона, который ехал в Треблинку. 15-летнего Феликса Зандман, который позже стал известным во всем мире ученым, спасла семья Пухальских. Под страхом смерти жители нашего города не принимали новый порядок и не смирились с ним. Самое смелое начали отчаянную борьбу против фашистов. Так, в августе 1941 года была создана первая подпольная группа. В группе, по разным данным, состояло от 13 до 15 человек. Ее руководителем стал уроженец Чуваший Николай Алексеевич Волков, уже побывавший на Советско-финском фронте и в 1940 году получивший приказ о переезде в Гродно. Семья принимает решение переехать все вместе в этот город. Его жена устроилась во вторую гродненскую больницу врачом-педиатром. Ее очень сильно полюбили больные, и, наверное, поэтому ее и мужа не сдали во время оккупации. Затем Волков получает новый приказ, но уже о срочном выезде в Белосток. Семья вновь разлучается. Ежедневно, бывая на границе, Волков понимал, что война не за горами. Поэтому, осознавая все риски, он принимает решение переехать в Белосток. Переезд запланировали на воскресенье 22 июня. Вечер прошел в сборах, а наутро проснулись от мощных взрывов. Волкова в городе никто не знал, поэтому ему было без труда создать новые документы и устроиться на работу. Но он понимал, что командир Красной Армии не должен сидеть сложа руки. Поэтому он принимает решение создавать подпольную группу. Первым его боевым товарищем стала его жена, а затем еще несколько его хороших знакомых. Свою деятельность они начали с оказания помощи больным, находившихся в шести концентрационных лагерях. Они передавали через колючую проволоку продукты питания, медикаменты, а также одежду. Также по приказу Волкова в штаб к немцам устроилась Александра Калинина. Однажды она вынесла из штаба документы Красной Армии, которые были оставлены при отступлении, и сожгла две машины с красноармейским амбардированием. По городу пошли слухи, что недалеко от Гродно, в деревне Наумовичи, начали массово расстреливать людей. Их хватали прямо на улице, поэтому Волков принимает решение перебраться в район Барановичи. Там, по его мнению, можно было найти связь с начавшими действовать партизанами. Но осуществить задуманное не получилось. Уже в конце января к Волкову пришли на квартиру и арестовались несколькими членами его подпольной группы. Спустя несколько дней допросов и пыток в начале февраля их привезли к форту номер 2 и расстреляли. Активное сопротивление фашистам оказывала подпольная группа Лямова Сергея Петровича. Она действовала на механическом заводе номер 1. На железнодорожной станции борьбу вели группы Богатырева, Светличного и Понасюка. На их счету множество диверсий по выводу из строя автомобилей и паровозов, что на сотни часов задерживало противника, отправляющегося на фронт. Отважно сражалась подпольная группа Василия Розанова. Осенью 1941 года начала формироваться вторая подпольная группа, руководителем которой являлся Василий Данилович Розанов. Его группа насчитывала более 30 человек и действовала с сентября 1941 года по июль 1944 год. В основном в группу Розанова входили жены и командира советской армии, не успевшие эвакуироваться. Также члены КПЗБ и комсомольцы. Преданным помощником были жена Юлия Алексеевна и дочь Роза. Подпольная группа Розанова начала с оказания помощи советским военнослужащим и их семьям, которые оказались на оккупированной территории. 1943 год стал этапным в деятельности подполья. Была установлена связь с партизанским отрядом. Также члены группы Розанова стали лучшими связными с партизанами. Подпольщики снабжали партизан продовольствием, одеждой, медикаментами, передавали разведывательные данные, помогали переправлять партизанский отряд сбежавших из концлагерей. Члены организации при личном участии устранили крупного немецкого шпиона – Быковского. К 1942 году, когда уже действовало несколько подпольных групп, Василию Даниловичу Розанову удалось объединить их и координировать их деятельность. На счету ряд диверсий. Так, например, это диверсии на ЖД, подрыв трансформаторской будки, хищение оружия и продуктов питания с немецких складов. Незадолго до освобождения Гродно, 10 июля, Василий Данилович Розанов и Голубович Николай при выполнении боевого задания погибли. Сыной собственной жизнью Василий Данилович Розанов спас деревню Кульбаки от уничтожения. Василий Данилович Розанов и Голубович Николай были похоронены на православном кладбище на улице Антонова. Мы проделали определенную работу, чтобы увековечить память о руководителях и членах Гродненского антифашистского подполья. Их имена присвоены улице города, школе номер 35, установлены мемориальные знаки и памятные доски в честь руководителей подполья. Мы продолжаем эту работу. В декабре 2023 года мы обратились в Гродненский городской исполнительный комитет с просьбой присвоить одной из улиц нашего города имя руководителя еще одной подпольной группы Лямова Сергея Петровича. Мы кратко рассказали вам героическую историю участников Гродненского антифашистского подполья. Мы приглашаем вас глубже познакомиться с историей, посетив наш музей. Музей воинской славы средней школы номер 11 начал создаваться еще в начале 70-х годов 20 века, а был открыт 3 июля 1984 года, к 40-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Тогда в школьном музее было организовано три экспозиции. К 9 мая 2005 года музей воинской славы был полностью переоборудован. В нем открылась новая четвертая экспозиция. И сегодня выдающиеся личности генерала армии Алексея Иннокентьевича Антонова и генерал-полковника Николая Осиповича Павловского вдохновляют современных школьников на исследовательскую работу. В музее воинской славы нашей школы находятся две экспозиции, посвященные двум полководцам времен Великой Отечественной войны. Генералу армии Алексею Иннокентьевичу Антонову и генерал-полковнику Николаю Осиповичу Павловскому. Посещая музей, я неоднократно задумывался, а могли ли они сотрудничать между собой по долгу службы, что их объединяло. Чтобы найти ответы на эти вопросы, я занялся исследовательской деятельностью. При написании своей исследовательской работы я использовал документы, которые хранятся в школьном музее. Это автобиография Камбрига Антонова, аттестационный журнал на Алексея Иннокентьевича и другими документами из музея. Кроме того, активно использовал статьи из интернета и периодической литературы. Использовал мемуары. Наиболее полная информация об Алексея Иннокентьевича Антонове содержится в книге Гаглова «Генерал Антонов». В своих мемуарах «Генеральный штаб в годы войны» Штеменко наиболее ярко описывал Антонова как выдающегося и талантливого полководца. Упоминается и Павловский. К сожалению, о Николае Осиповиче довольно мало информации. И в основном при написании своей работы я опирался на воспоминания его жены Лидии Анатольевны. Изучив и проанализировав данную информацию, я пришел к следующим выводам. Оба полководца – уроженцы города Гродно. Алексей Иннокентьевич родился 15 сентября 1896 года по старому стилю на улице Ярусалимская. Теперь это улица Антонова в семье военного. А Николай Осипович родился 9 февраля 1903 года на улице Гончарная, теперь улица Павловского, в семье рядового чиновника. Хотя улицы располагались совсем не под оглеку, мальчики в детстве общаться не могли, так как в 1904 году отца Алексея Иннокентьевича перевели служить в город Острог. А Николаю Осиповичу тогда был всего один год. Ни Николай Осипович, ни Алексей Иннокентьевич не собирались связывать свою дальнейшую деятельность с армией. Но на дальнейший выбор профессии повлияла гражданская война. Документальных доказательств, что Алексею Иннокентьевичу и Николаю Осиповичу приходилось встречаться до Великой Отечественной войны, нет. Начало войны Алексей Иннокентьевич застал на посту начальника Киевского военного округа. Сначала он служил на Южном фронте. Затем с июня 1942 года последовательно возглавлял Северо-Кавказский фронт, Черноморскую группу войск и Закавказский фронт. В декабре 1942 года его перевели служить в Генеральный штаб. Начало войны Николай Осипович застал в городе Тель-Ави. С января по июнь 1942 года он формировал бригаду моряков для Черного и Азовского морей под Новороссийском. Затем с июня 1942 года он служил на Южном фронте и возглавлял 70-й Укрепрайон. Затем последовательно был начальником оперативного управления 1-го и 2-го украинских фронтов. Как следует из вышеперечисленного, Алексей Иннокентьевич и Николай Осипович в период с августа по декабрь 1942 года воевали на одних фронтах – Северо-Кавказском и Закавказском, а значит неоднократно приходилось обсуждать планы боевых действий. В первых числах июня 1945 года Генеральный штаб под командованием Антонова закончил разработку военных планов против Японии, который одобрил Сталин, но приказал вызвать в Москву маршала Малиновского и генерала Захарова, вместе с которыми прибыл и Павловский. Из этого следует, что Алексей Иннокентьевич и Николай Осипович принимали совместное участие в разработке военных планов против Японии. После окончания Академии Генерального штаба имени Ворошилова в июне 1948 года Николай Осипович начал служить в Генеральном штабе, где до 6 ноября 1948 года служил и Антонов. Затем его перевели в Закавказский военный округ, но в 1954 году он вернулся в Генеральный штаб. Кроме того, документально известно, что Алексей Иннокентьевич и Николай Осипович состояли в Военном совете при обороне СССР. Два великих полководца, уроженцев нашего города, детство которых прошло на соседних улицах, не встречались на родной земле. Однако волей судьбы, разбросанной войной по всему Советскому Союзу, совестно принимали участие в разработке планов боевых действий. Бой в деревне Куписк Новогрудского района особой строкой вошел в историю из-за героического поступка юного партизана отряда «Октябрь» Михаила Белуша. Мужество и самоотверженность юного Миши поразила учащуюся 11-го класса Анастасию Леонову. Каждый день мы ходим в школу по улице Белуша. Михаил Белуш – участник партизанского движения в годы Великой Отечественной войны. Юный паренек, не доживший несколько дней до начала операции «Багратион», сыной своей жизни заставивший замолчать вражеский пулемет. Когда приходит осознание того, что речь идет не об умудренном жизненным опытом талантливом полководце, не о взрослом сильном бойце, а о нашем сверстнике, практически мальчишке, у которого были огромные жизненные планы, замираешь с трепетом и уважением. Какой силой духа надо обладать, сколько страданий перенести, чтобы самоотверженно защищать свою родину от фашистских захватчиков. Миша рос любознательным, находчивым, смелым и трудолюбивым мальчишкой. До войны ему удалось закончить только 4 класса начальной школы. Учился охотно, отличался хорошей памятью, а после занятий работал. Косил траву, пас хозяйскую корову. В 1939 году Миша бежал впереди всех, когда деревня встречала Красную Армию. В годы Великой Отечественной войны под вечер в их деревню ворвались гитлеровцы. Миша с младшим братом удалось убежать. Многих односельчан угнали в Германию, а деревню фашисты сожгли. Приютили ребят в деревне Зачепичи. Там и встретился Михаил с партизанами. Вскоре партизанская бригада перебазировалась в Налебокскую пущу. Отряд получил задание разгромить вражеский гарнизон в деревне Куписк Новогрудского района. 16-й июньский день уже был в самом разгаре, а вражеский дот все еще поливал свинцом партизан. Взрыв мины не смог разрушить мощные бетонные стены. Попытки ворваться через вход дота с его тыльной стороны тоже не удались. Эту зону прикрывал станковый пулемет. Спустя время нескольким партизанам удалось подползти к доту. Впереди был Михаил Белуш. Он первым достиг входа и бросился на пулемет. Сыной своей жизни Михаил Белуш заставил замолчать вражеский пулемет, повторив подвиг Александра Матросова. Михаила Белуша похоронили около деревни Куписк Новогрудского района. После войны останки Михаила Белуша перенесли и похоронили в братской могиле в городе Кареличи, Гродненской области. За мужество и самоотверженность, проявленные в бою, наш земляк Михаил Белуш посмертно награжден орденом Отечественной войны первой степени и медалью партизану Отечественной войны первой степени. В Беларуси нет ни одной семьи, которой бы не коснулась Великая Отечественная война. Семейные архивы бережно хранят и передают из поколения в поколение старые фотографии, вырезки из газет, ордена и медали, рассказы о героизме и трагедиях, о любви и вере в лучшее будущее, о судьбах людей, пожертвовавших всем ради нас. Самое пронзительное из них звучат из уст правнуков Великой Победы. Так в Гродненской семье Чебуреевых самая важная история – история прадеда Евгения Григорьевича. Мой прадедушка Чебуреев Евгений Григорьевич родился 31 декабря 1925 года в городе Воскресенске, Московской области. Его отец работал в пожарной охране, являлся участником гражданской и Великой Отечественной войны. Его мать была домохозяйка, следила за семью детьми. В 17 лет 21 января 1943 года дедушка был призван на фронт. Сначала он служил в зенитном полку, который сопровождал танковые войска. После окончания дивизионной школы он получил звание младшего сержанта. Для дальнейшей службы дедушка был направлен на формирование 8-го механизированного корпуса, который отправлял на 2-й украинский фронт, на передовую. В 1943 году немцы уже отступали, но сопротивление было отчаянным. Бомбежки немецких самолетов шли целыми днями. В это время наш дедушка получил свою первую награду – медаль за боевые заслуги. А в октябре этого же года он был ранен. В августе 1944 года полк перебросили из Украины на белорусские земли, а затем двинулись на Германию через Польшу. Дедушка имеет благодарность за освобождение польских городов. Форсировав через Вислу, Нарев, они достигли Балтийского моря. Дедушка имеет благодарность за освобождение от фашизма в немецких городах. В День Победы дедушка встретил на реке Эльпа. У него 22 награды. Из них есть ордена Красной Звезды Отечественной войны 2-й степени, медали за боевые заслуги, за освобождение Украины, за освобождение Кёнигсберга, за победу над Германией. К сожалению, нашего дедушки не стало 30 июня 2015 года. Мой прадедушка для меня пример мужества. Он настоящий герой. Совсем молодой он ушел на фронт и достойно сражался до самого окончания войны. Каждый год в нашей семье упоминаются подвиги дедушки. Я уже много раз рассказывал о нем в школе. Я совсем не помню его, но я хочу быть на него похож. В следующей серии мы расскажем об освобождении нашего города и области от немецко-фашистских захватчиков. Постараемся вместе сделать так, чтобы ни один защитник не был забыт. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова